И уже печатать с помощью суда... Надо печатать, поставить свой замок, и тогда уже, когда будет полная гарантия того, что здесь ничего не будет проедрено, перед замерами, тогда уже нет смысла. А сейчас, когда стоит замок, включая у вас, его нет, конечно, серьезно немножко. Если мы хотим... Нет, просто факт в том, что в 8 утра это выветривалось, более того, замок менялся за несколько дней, возможно, с пятницы. Потому что в четверг мы, получается... Квартира просто на выветривание стояла несколько дней. Нет, ну в принципе, все равно, когда имеешь наиболее квартиру, вот я вот, например, чувствую, вот, все равно здесь будет превышение. Так, так, если чего... Ну, если не в 8 утра выветривали, или если не 2 дня квартира... Ну, опять же, если, например, конечно, результат будет ниже, но все равно превышение это пока будет. Вам на сколько срочно вообще нужна экспертиза? Ну, нам в идеале хотелось бы, конечно, быстрее завершить с этим, но исходя из ситуации, когда явно предприняты действия для того, чтобы экспертиза была отрицательной... Я так понимаю, нам надо возвращаться в суд, обсуждать вопрос запрета на эти действия и дальше возвращаться к экспертизе. А у НИСТа выставлять дополнительный счет на все эти затраты. Мы говорили, что вы заявили о том, что квартира нам передана. И об этом документ материалов нет. Вы об этом не заявили. И мы у вас даже копию этого документа попросили. А сейчас нет оснований откладывать проведение экспертизы. А открытая форточка не является основанием? Выветривание в 8 утра сегодня. Где открытая форточка вы сейчас увидели? В 8 утра закончилось выветривание сегодня. Где вы видели открытую форточку? Здесь. Где? В этой квартире. Я не видела этого. Вы просто приехали. Но мы видели. Значит, вы наговариваете. На кого? На УНИСТа Петросталь? Скажите, пожалуйста, у вас есть основания для положения экспертизы? Вы же просто... Я сейчас... Верена в том, что квартиру проветривали более чем за сутки до того, как мы сюда приехали. А это вы сами лично видели сегодня в 8 утра? Не видели. Мы видели, пожалуйста, секундочку. Не вы. Вас здесь не было. Вы только что приехали, вы выставились и приехали. А мы здесь в 8 утра. И мы это все прекрасно видели. Сюда заходили, открывали-закрывали здесь дверь и вышли назад к себе вот в первый подъезд. А потом еще прислали охранника, чтобы он охранил вход в эту квартиру. И более того, как у вас получилась ситуация, что в квартире поменены замки? Ну, для чего вам это можно было? С какой целью? Ну, не подскажете просто, значит, пока что-то... Скажите, пожалуйста, вы можете проводить экспертизу? Что я могу предложить? Раз уж мы сюда приехали, представители, я так понимаю, что более заинтересованная сторона здесь. Конечно. Провести разовый замер, максимально разовый, и посмотреть вообще, что сейчас в каком состоянии. И что это даст? Что это даст, мы будем знать при проветривании, либо не про проветривание, есть ли здесь превышение поменка. В принципе, если здесь превышение было 16 раз, мы его возьмем все равно. Ну, не 16, а 5, так. Ну, а уж. По разовому замеру мы можем не найти, а по среднесуточному, если сравнивать. Это просто... Ну, и плюс, если чисто что проветривание было совершено 2 часа назад, только закрыли сервисы. Эти замеры чисто, может быть, мы для себя сделаем, раз уж уж мы приехали. Даже ваш коллега сказал, когда сюда вошел, что окна закрыты были недавно. Он говорит, я чувствую, что воздух здесь... Ну, мы для себя сделаем, раз уж мы приехали, а там потом уже вы решаете, как вы будете консервировать эту квартиру и приглашать вас еще раз. А для себя, раз уж мы приехали, просто вот для себя, если мы позволим. А это для себя, да, просто? То есть, в принципе, оплата не повлияет? Да. Нет, ну, в любом случае, надо создавать условия для проведения экспертизы. В любом случае, нужно выносить запрет у НИСТа на совершение таких действий по выветриванию квартиры. Еще вот один эксперт уже говорит, что чувствует запах. Ну, это субъективное мнение. Ну, это даже чисто субъективное мнение, поэтому тут у него операции. Я запах не чувствую. Ну, запах не чувствую, когда превышение может в 15-20 раз. Ну, как изначально было, да. Если здесь хотя бы в 10 раз превышение, это почувствует... Ну, у нас была экспертиза, она не показала превышение. Ну, были две экспертизы, которые показали. Да, я думаю, была таким образом сделана, если... Это Роспотребнадзор. Нет, я имею в виду... Так как квартиру готовить к экспертизе? Слёк, напроветривались, да. Заказчик не Роспотребнадзор была бы. А экспертная организация у вас одна и та же с ним. Роспотребнадзор. Это независимо от организации. Ну, квартиру-то можно подготовить для экспертизы, как сегодня. Мы отделяемся. На что будем делать? Ведь в едином раз, если замеры, потом расскажите, что мы с вами. А по стоимости это каким образом повлияет? По стоимости? Я по стоимости оговаривать никаких вопросов не могу. Я инженер. Я не менеджер, не пугал. Вы можете за вот сегодняшнюю фразу разумер денежку? Нет, естественно, это работа платная, и она должна быть оплачена у нас заказчиком. Это не обсуждается. Заказчик у нас с Убусиной. Поэтому, если Анастасия Сергеевна согласна, будет на это? Ну, что? Заказчик у нас... Унистая Петростар. Если вы не вмешивались в процесс, если вы говорите, унистая. Все бы достойным образом было сделано, проведена сегодня экспертиза, и вопросов бы больше ни у кого не возникало, понимаете? Но так как этого не произошло, а было проветривание за два часа до экспертизы, то в связи с этим сейчас весь этот цирр год. Мы всего лишь хотим честную экспертизу. Давайте проведем разовые замеры. Нет, Рустамария, понимаете, они подтверждают о том, что могут выставить счет, я так понимаю, на разовые замеры. И вот надо этот вопрос как-то уточнить, потому что мы оплату предыдущего счета ждали два месяца. По-моему, наверное, надо как-то этот момент корректировать. Вот это будет платно сейчас в этот разовый замер? Зачем же вы ее портите? Зачем-то все так сделали? Поэтому, если это платно, то этот вопрос будет тогда решаться в суде. Давайте я бесплатно сделала просто для себя. Давайте там. Раз уж мы сюда приехали, а там, если экспертиза потом в дальнейшем не состоится, значит она выплачивается. Просто просто вылезь сюда. Видите, все окна, все это было опечатано просто вот так, прилеплено. Все просто распечатано. Каждая окна. А вы сами живете в Питере? Да. Также издалека приезжаем. Давайте посмотрим. Где вы ощущали больше скруза? Я не помню, где были. Показатель? Да.